здравствуйте я андрей чебурков основатель и руководитель фабрики хамамов о хамам вентиляция в хамаме из каких материалов ее делать и как ее прокладывать но прежде чем продолжить разрешите немного рассказать о нашей компании фабрика хамамов о хамам создаем проекты хамамов на своем производстве изготавливаем стеновые панели по размерам помещения у панелей уже сделано углубление под теплый пол а изгиб верхнего торца совпадает с радиусом купола купола любой сложности удобную мебель с углублениями под теплый пол 3d украшения на стены вентиляцию и зацинкованной стали комплектуем строительство хамама всеми необходимыми материалами и оборудованием вы получите конструктор хамам который собрать легко прилагаем подробную инструкцию наши хамамы правильные технические и красивые эстетические и так вентиляции в хамаме я это видео разделил на два блока во второй части я расскажу из каких материалов нужно делать вентиляцию а из каких нельзя а начну я свой рассказ про то как правильно обустроить вентиляцию в хамаме и как она должна работать в хамаме есть приточная и вытяжная вентиляция сначала про приточную двери для хамама имеют одну особенность снизу стекла предусмотрена вентиляционная щель два с половиной три сантиметра высотой именно эта щель служит приточной вентиляции в хамаме вам нужно предусмотреть чтобы в смежном с хамамом помещения то есть в том помещении куда ведет дверь из хамама было бы достаточно свежего воздуха чтобы его хватало и на то помещение и на сам хамам если воздуха там недостаточно то нужно что-то придумать чтобы свежий воздух там был достатке ставить приточный вентилятор в само помещение хамама нельзя часть пара он сдует наверх остальную часть собственно он сконденсирует в результате без пара это будет уже совсем не хамам воздуха который поступает из вентиляционной щели в двери вполне достаточно чтобы в хамаме было комфортно дышать всем отдыхающим вытяжная вентиляция обычно в хамаме во время работы парогенератора вытяжка не работает но сразу после того когда вы выключаете парогенератор включается вытяжной вентилятор чтобы осушить помещение в хамаме вентиляционное отверстие необходимо сделать как можно выше обычно его устанавливать самой высокой точки помещения пар поднимается вверх и там клубится несмотря на то что обратный клапан у вытяжки закрыт тем не менее движение воздуха присутствует и часть пара все таки уходится с перемещения хамама что дает приточной вентиляции из-под двери доставлять свежий воздух отдыхающим вентиляционное отверстие обычно декорируют с помощью дизайнерского анимастата его можно заказать на нашем сайте ohamam.ru и мы изготовим его под цвет вашей мозаики далее монтаж вентиляция и делаем его по такой схеме трубы вентиляция от выхода в самой высокой точки хамама проводим соседние помещения где устанавливают каплю ловитель каплю ловитель представляет себе такую коробку в которой сильно завихряется поток воздуха и как результат поступающий с хамама воздух теряет до 70 процентов влаги у каплю ловителя три отверстия 2 для входа и выхода воздуха а снизу для отвода конденсата к этому выводу подключают водопроводную трубку или силиконовую трубку эту трубку доводит до самого низа и выводит сквозь стену на пол хамама если есть возможность можно конечно и подключить канализация но в этом случае вам будет необходим установить сухой затвор чтобы запахи канализации не попали вентиляцию потому что они могут попасть и в само оставшие помещения следом за каплю ловителем устанавливают канальный вентилятор обязательно с обратным клапаном его нужно смонтировать в том месте где до него будет всегда доступ это все-таки прибор и он может сломаться и нужно предусмотреть возможность в дальнейшем его отремонтировать или заменить нужно устанавливать вентилятор со степенью защиты не ниже чем айпи 40 вентилятор подбирайте по мощности такой чтобы он вытягивал от трех объемов воздуха в час из хамама высоту помещения хамама умножить на длину и ширину и получать его объем вот его то и надо умножить на 3 и такой подбирать вентилятор на всем протяжении от выхода из хамама до выхода на улицу нужно избежать возможности протечек пара а то попав в вкладку дома пар может натворить очень много нехороших дел поэтому водуковод для хамама представляет из себя трубу все соединения которых обязательно изолируют силиконовым герметиком чтобы не было протечек пара обычно трубу прокладывают в уже готовый вентиляционный канал трубу воздуховода лучше всего выводить наверх через крышу дома в том случае если на крышу вывести нельзя то можно воздуховод вывести на улицу и стены но тогда снаружи нужно оставить отрезок трубы не менее 50 сантиметров чтобы выходящий из нее зимой пар не оставался налезен на вашем фасаде и не испортил его теперь расскажу из каких материалов вытяжку можно делать а из каких нельзя почти все монтажники изготавливают вытяжку в хамаме используя пластиковая вентиляционная или канализационные трубы на самом деле их использовать категорически нельзя дело в том что рабочий диапазон этих пластиков достаточно низкий поливинил хлорид или пвх имеет максимальную рабочую температуру до 50 60 градусов цельсия при такой температуре и выше начинает происходить тепловое искажение материала и на стыках труба деформируется и пар начнет выходить в стены дома что чревато очень серьезными последствиями полипропилен он выдерживает температуру до плюс 80 градусов но эта труба должна выйти на улицу а температура хрупкости то есть морозостойкости колеблется от минус 5 до минус 15 всего и там она у вас просто сломается а еще для монтажа ее вам потребуется специальный сварочный аппарат без которого просто не обойтись полиэтилен низкого давления или пнд имеет рабочую температуру всего плюс 40 градусов максимальная температура значения которая считается совершенно критическим составляет плюс 70 градусов при этом пнд очень сильно сужается и расширяется при перепадах температуры а герметичности в этом случае можно просто забыть пвдф то есть терапласт может эксплуатироваться до плюс 140 градусов но во первых вы не делаете из него все соединения с нужным углом а во вторых цена ну просто космос обычно в магазинах продают самые недорогие варианты соответственно это пвх другие найти достаточно сложно максимальная температура в парной плюс 60 градусов но это на высоте установки температурного датчика то есть на высоте метр девяносто под куполом температура немного выше и вытяжное отверстие по правилам устанавливается как раз самой высокой точке хамама включаем вентилятор и горячий пар проходя по пластиковым трубам трубом размягчает материал что приводит деформации этих самых труб соответственно на соединениях пластиковых труб рано или поздно обязательно образуется щель сквозь которые пар будет попадать в ваш дом в совершенно непредсказуемых местах и ремонт будет очень дорогим избежать этого поможет только правильно выбранный материал для изготовления вентиляции для вашего хамама лучший вариант это не ржавейка но цена вопроса опять зашкаливает а чтобы не дорого но качественно это трубы из оцинковки они не ржавеют не деформируются установили один раз и будут служить вам всегда здесь на нашем производстве высококлассными специалистами мы для вас изготовим вентиляцию по индивидуальному плану трубы необходимой длины поворотные элементы под необходимые вам градус каплю ловитель на выходе сетка от насекомых и дефлектора чтобы дождевая вода не попадала ваш вентиляционный канал план работы с нами выглядит так ваш специалист обязательно тот кто будет делать монтаж от руки делает рисунок план в котором предусмотрены все длинные и углы и поворота присылайте этот план нашим консультантам можно по ватсапу и мы по вашему плану подготовим вам проект после подписания договора и оплаты мы здесь на нашем производстве изготавливаем вентиляционную систему согласно подписанного проекта здесь будет соблюден каждый угол и каждая длина венталементов для вашего дома при этом можем сделать вентиляцию не только для хамама но и для сауны русской бани ну или для любого другого помещения еще раз про план вентиляции хамама теперь коротко и по схеме перед вами план вентиляции для хамама вот здесь самой высокой точки хамама пар всасывается воздуховод и он движется по трубе из оцинкованной стали в соседние помещения где попадает в каплю ловитель проходя по которому воздух теряет до 70 процентов пара который в виде воды стекает по трубке на пол хамама следом за каплю ловителем установлен вытяжной вентилятор способный прогнать воздух равный трем объемам хамама в час от вентилятора до выхода на улицу протянута труба из оцинковки все стыки и соединения загерметизированы на выходе установлена сетка от насекомых и дефлектор защиты от дождя собственно все с вами был андрей бурков компания охамам заходите на наш сайт охамам.ру мы для вас изготовим и поставим полный комплект вентиляции для вашего хамама это трубы и все необходимые угловые элементы нужного вам градуса и все из оцинковки каплю ловитель и канальный вентилятор также мы изготовим вам кабинку хамам конструктор и укомплектуем его всеми необходимыми материалами и оборудованием чтобы ваши монтажники не бегали по магазинам в поисках а быстро и без проблем сделали монтаж вашего хамама звоните по нашему бесплатному телефону 8 800 736 40 нашим консультантам и заходите на наш сайт охамам.ру до новых встреч